Доплыли до берегов. И самое главное, я верю, что что бы мы ни начинали, будь то это любое дело, будь то это отдых, или куда-то мы собираемся ехать, это на пусты для каждого, что главное без суеты. С Богом делать это. И казалось бы, ну да, Оля рассказала, что время прошло хорошо, и так получается, я знаю, что такое круиз. В принципе, с виду это красиво. Это действительно город, шикарно. А с другой стороны, люди, которые там работают. Я много читал статей тех, кто там по контракту проработал. Год, больше. И какие там условия. Это действительно строго. Очень строгая работа, она трудная. Так получилось, что понятно, как и в любом, то есть считайте, это отель на плаву. Есть шведский стол, к примеру, а есть узконаправленные вечерние рестораны, куда ты приходишь, и у тебя уже распределено. При заселении тебя распределили, за какой стол ты должен сидеть. И так получилось, что нас обслуживал один человек. Оказался он из Индии, по-моему. Откуда ты с Азией? Я не знаю, откуда точно. Но я действительно не видел столько такого еще услужливого человека. То есть строгая работа, 8 месяцев контракт, считайте, в заперти, в одном месте. Но этот человек с горящим сердцем, с улыбкой, и вот с широкими глазами он обслуживает людей, он услужливый. И насколько меня расположило, это то, что понятно, с детьми путешествия всегда есть трудности, и когда ребенку 4 года, всегда всплеск эмоций, есть какие-то печали. И этот человек был как волшебная палочка, который приходил, вот он находил контакт. Хотя, казалось бы, он на английском языке так и говорит. И вот меня это как-то расположило. И буквально за пару ночей до нашего схода, уже в 12 часов наши все уснули, а я что-то лежу, мне мысли начинают приходить. То есть уже первый час ночи. И мне почему-то приходят такие мысли. Ну что сделать этому человеку? Говорит, положи чай. Ну и мне внутри, говорит, положи чаевых, столько-то. Я понимаю, что по-человеческим, вот даже в ресторан сходить, это очень много. Но относительно это много, положить столько чаевых. И говорит, вот скажи ему такие слова. Я понимаю, что мой английский на уровне, где это, это надо туда идти. И если я не понимаю какое-то слово в разговоре, я спрашиваю, what is this? Что это? Объясните. И мне тогда простыми словами объясняют, в принципе, я понимаю. Я помню, вот как в слове есть, когда выводили евреев, Моисей говорил, по-моему, говорит, я же не могу сказать, дай мне с собой помощника, который будет говорить. Ну, Бог дал. Так вот у меня то же самое. В принципе, я не могу сказать на английском, меня не поймут. Но сегодня же век технологий. Есть же интернет, возьми да напиши. Ну и написал слово. И знаете, какие мысли вот дьявол закидывает? А ты это не скажешь, а ты это не сделаешь. А зачем тебе? Это ж вот буддисты там, там мусульмане. Зачем тебе говорить об этом вообще? А потом, знаете, когда вот уже ты принимаешь, все равно, вот Бог тебе делает, и ты делай. Вот как в видео было. Делай доброе дело. Скажи хорошее слово. И ты понимаешь, какие законы на корабле, что там ты можешь сказать, а потом дьявол закидывает сомнения. Ну, сейчас ты доплывешься. Потому что ты можешь сказать, а к тебе придут. Потому что там у них свой коллектив, там у них свои связи. Ну, как связи. Я скажу, что даже межнациональные у них, как это, не различия, а разногласия бывают. И там клановость такая может быть. То есть все строго. Ну и предпоследний вечер, то есть положил чаевые, положил записку. То есть написал, что для хорошего человека. Ведь послание нужно не только тем, кому плохо, а даже и тем, кому хорошо ты хочешь сделать. Хочешь, вот сделай хорошее, радость какую-то, подари. И эта радость, она возрастет. И самое интересное, что все равно дьявол и живот он вешает, а как поймет этот человек. И в предпоследний вечер, когда мы собирались, я смотрю, по тумбочкам проверяю вещи, я смотрю, опа, Библия лежит. Но я знаю, что в некоторых отелях, особенно в топовых, то есть 5 звезд, таких в сеть отелей, ложат Библию. Я смотрю, открываю Библию, немецкий язык, итальянский, французский и английский язык. Новый Завет, King James, кстати, перевод тоже английский язык. Я думаю, мое дело, неважно, как подумают. То есть если они плавают там 8 месяцев, рано или поздно они эту Библию откроют. Мое дело посеять. А пожать, пожмет другой. И поэтому сейчас время отпусков у многих, отдыха. Не бойтесь нести слово, потому что оно всегда даст плод. Вот, поэтому такое ободрение для каждого из вас. Ну и на этом мы закончим служение. И хочу помолиться за финансы. Я знаю, что я верю Божьему закону. Я верю Божьему закону. Все мы знаем, что такое десятина, да? Потому что когда мы принадлежим Богу, то мы приношим десятину в Божий храм, да? Есть понятие, я немножко хочу рассказать, что такое семена, которые называются пожертвования. В Библии написано, что семя, которое мы сеем, оно рано или поздно даст плод. В 30, 60 или 100 крат. Очень в тему было это видео. Когда-то, это же, вы поняли, что в конце получил тот человек, который посеял. Да? То есть он посеял доброе дело. И Бог знает нашу жизнь, нашу ситуацию, и он всегда поддержит. Где-то сделает, когда нам хорошо, он сделает еще лучше, а когда нам плохо, он поддержит, чтобы мы вообще не разбились. Вот. И поэтому каждое семя, которое мы сеем, мы сеем его с верой. Потому что это идет на Божие царство, на Божьи дела, на хорошие дела. Поэтому, дорогой Господь, мы приносим все финансы, пожертвования, которые мы получили.